Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем говорить о безопасности и вашему вниманию я хочу представить противопожарную сигнализацию АЯКС. Они выпускают два таких устройства. В одном устройстве два датчика, в другом устройстве три датчика. Это устройство у них называется Fire Protect. В данном случае это именно Fire Protect, который реагирует на присутствие дыма в помещении и на рост температуры. А Fire Protect Plus реагирует на дым, на рост температуры и также на наличие угарного газа. Я вам советую, если у вас квартира, то и нету там каминов, нету печей каких-то, то в принципе вам подойдет и Fire Protect, вот такой как у меня. Если же у вас частный дом, где может быть камин, какая-то печь и еще что-то, где есть риск наличия угарного газа в помещении, что очень опасно, поверьте мне. То лучше всего, конечно, использовать Fire Protect Plus. Теперь давайте более подробно разберемся, как все это работает. Итак, наилучшее исполнение датчика на потолке, вот так как у меня. На передней панели вы видите надпись АЯКС. В случае тревоги эта надпись будет гореть красным светом. А вот этот вырез, похожий на лимонную дольку, за ним находится сирена. Сирена издает звуковой сигнал мощностью 85 дБ. Вам не захочется его слушать, он очень громкий. Когда, не дай бог, сработает сигнализация, для того, чтобы снять сам звуковой сигнал, вы можете воспользоваться тремя способами. Либо сделать это на специальной клавиатуре, которая отдельно, если у вас этот датчик интегрирован в систему безопасности дома или квартиры. Либо это сделать просто прикоснувшись к этой надписи и подержав палец на ней более трех секунд. За ним находится специальный сенсор, который отключит звуковой сигнал. Либо это можно сделать в приложении на вашем смартфоне. Теперь о том, в каких случаях этот датчик поднимет тревогу. Значит, тут не видно, камеры не могу показать, но под самым потолком на датчике находится такая решетка. Если в помещении имеется дым, то этот дым проникает через эту решетку. Там находится специальный оптический датчик, который представляет из себя излучатель инфракрасного излучения и приемник инфракрасного излучения. То есть, постоянно проходят лучи инфракрасного излучения. Если задымление заходит в эту камеру, то тогда плотность этого луча уменьшается. То есть, изменяется оптическая плотность инфракрасного излучения. И этот фактор является сигналом, который включает систему тревоги. Второй фактор это термопара. Кто не помнит, термопара это сплав двух металлов, при нагревании которых происходит генерация разности потенциалов. Значит, если этот датчик почувствует изменение температуры на 30 градусов в течение 30 минут, либо почувствует изменение температуры выше 60 градусов, он также поднимет тревогу. Если у вас в квартире, если у вас очень большая квартира или, допустим, у вас дом, несколько этажей, и у вас целая система безопасности, которая представлена вот такими датчиками, допустим, у вас на каждом этаже стоит вот такому датчику, что, кстати, очень правильно, то в случае активации одного датчика будут активированы все датчики, то есть у вас этот вопли сирены распространятся по всему дому, вы пожар точно не пропустите. К сожалению, в отличие от других датчиков, этот датчик требует периодического обслуживания, а именно, вот та камера, которая отвечает за контроль задымленности помещения, она может запыливаться. То есть, помещение, если помещение пыльное, то эта пыль может проникать и внутрь этого устройства. Соответственно, сенсор будет давать ложные срабатывания, поэтому периодически это устройство надо обслуживать, ему нужна будет чистка. Ну, а когда его нужно чистить, об этом вам сообщит приложение, которое установлено на вашем смартфоне. Точно так же, как и все устройства Аякс, этот прибор защищен от съема или кражи. С той стороны находится тампер, который обойти просто невозможно. Если вот сейчас я захочу его снять, то он передает сигнал в систему охраны, в централь, и охранная организация обнаружит, что происходит несанкционированный съем датчика. Это устройство нельзя поставить на охрану с пульта или с телефона или еще что-либо. То есть, как только вам его установили, оно тут же начинает работать. И оно работает постоянно. У него автономное питание представлено тремя батареями. Значит, две батареи CR2, это основные батареи, и CR2032, это резервная трехвольтовая батарея. Работает он на них до четырех лет. Температура, температурный диапазон от 0 до 65 градусов. Влажность, где может быть установлен этот прибор до 80%, масса прибора 220 грамм. Этот прибор передает дискретный радиосигнал, это как у компьютера, в частотном диапазоне от 868,0 МГц до 868,6 МГц. Либо второй диапазон 868,7 МГц до 869,2 МГц, в зависимости от региона продажи. Одним словом, устройство очень хорошее, все просто прекрасно. Если вы устанавливаете это устройство, то вы повышаете свою безопасность в отношении пожара. И напоминаю вам, друзья, что на пожаре люди погибают не от огня, а от дыма. Поэтому я считаю, что даже несмотря на то, что устройство периодически надо чистить, что все-таки это какие-то, ну, он недорогой, какие-то расходы, жизнь все равно дороже. Поэтому я вам рекомендую обязательно обезопасить себя в пожарном плане. А те, кто живет в частных домах, у кого есть камины, также сам защитить себя еще и от угарного газа, который очень-очень опасен для организма. Поверьте мне, люди, которые подверглись отравлению угарным газом, порой даже расписаться не могут. Дорогие друзья, если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. Постараюсь вам на них ответить. До свидания.